В День защиты детей на Красной площади состоялся суперфинал детского литературного конкурса России «Живая классика». Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В проекте приняло участие более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России. Конкурс юных чтецов прошел при поддержке Министерства образования и науки, Министерства культуры России и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Победители получили почетные грамоты и путевки в творческий лагерь в Сочи. Каким образом вы отбирали таких талантливых детей? На что делали акцент? На талант. Все они, на самом деле, у нас очень хорошие жюри, профессиональные, которые чувствуют талант человека и стараются быть объективными. В этом году из 2,5 миллионов было выбрано всего 9, вы видели, да? В СИТО очень было серьезное, но и от каждой школы, от каждого региона всего выходило там по 2-3 человека. А каким образом этот талант проявляется? Это эмоциональность или что? Ну, все вместе. Здесь критериев нет, но самый большой критерий, основной нравится, не нравится. Каким образом можно привить любовь к чтению детям? Ну, мне кажется, вот живая классика, она способствует. Я не знаю, вот я вспоминаю себя в детстве, мне очень нравилось читать. Я не понимаю, как это произошло, но у меня как-то это все было органично. То есть меня никто не заставлял, я, наоборот, не расставалась как-то с книгами. Это целый для меня был мир, который вот я просто каждую свою минуту я читала, честно скажу. Сейчас у меня, к сожалению, нет такого количества времени, и поэтому я очень рада, что в моем детстве вот это было. И мне кажется, это очень важно, это влияет и на язык человека, и то, как он мыслит, и то, как он живет. Да, и зарождаются мечты первые, они тоже зарождаются вместе с книгами, я уверена. Поэтому конкурс «Живая классика», мне кажется, спасибо огромное Марине Смирновой, президенту фонда «Живая классика», которая придумала этот конкурс, я считаю, что это какой-то просто вклад вообще в культуру и в развитие детей. В прошлом году тоже читала про любовь, про юмор, и поэтому я его выбрала тоже. А что ты любишь читать? Люблю читать Гарри Поттера, фантастика, ну, получается, и юмор. А можешь маленький кусочек из того, что ты читала? Да? Да. Я знала, что говорила. К тому моменту у меня за плечами была своя личная драма, и я, как никто другой, понимала Маню. Почему ты выбрала именно это произведение? Потому что это произведение завершается на нотке счастья, и мне просто захотелось передать своим чтением, заставить почувствовать людей счастье, счастье от простых чувств, счастье в мелочах, понимаете? А когда человек счастлив, он распоряжается рыбами, звездами, поездами, старушками, всем. Я люблю все читать, я очень люблю читать. Я люблю художественную литературу читать, классику зарубежную, русскую. Я люблю читать психологию, философию. А из философии что ты читаешь? Я читала Ницше, я читала Эммануила Канта, читала Сартра, тоже Жан-Поль Сартра. Но это наиболее те, которые более запомнились такие. В горнице раздался власный, насмешливый голос Августы. Мужичё, тихо! Мам, заводи. Бабушка запевала стоя, негромко, чуть хрипловато, и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу, россыпью колючих, пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Люблю читать романы, конечно, возраст у меня еще такой, люблю про любовь читать, люблю современных авторов. Очень у меня большое впечатление произвело Джейн Эйр, Шарлотта Бронте, мне прям очень понравилось. Ксения Ангел, Лариса Веденьева, Павел Липатов, специально для информационного агентства Библиоглобус.